66% людей целуются с закрытыми глазами, остальные любят наблюдать за эмоциональной реакцией своего партнера на поцелуй. С вами профессор Гуглов и мы начинаем! Поехали! Каждый день люди делают миллионы фотографий. Некоторые из них, к примеру, ежедневные фото своей утренней чашки кофе. Они очень раздражают, а некоторые из них по-настоящему пугают. Пока вы не начали смотреть это видео и от страха забыли обо всем на свете, подпишитесь-ка на мой канал и нажмите на колокольчик. Итак, под номером 10 у меня идет снимок существа из психбольницы. Вы, наверное, видели видео, на которых люди ходят по заброшенным больницам и изучают их. Этот снимок был сделан в одном из таких мест в 2009 году. Три подростка решили исследовать старое здание приюта для душевнобольных, расположенное в Вашингтоне. Они ходили по зданию и делали кучу фоток, попутно поражаясь обилию граффити на стенах. Перед тем, как уйти, один из ребят, стоя на ведущей на верхний этаж лестницы, попытался сфотографировать своих друзей. Но когда позже он загрузил снимки на компьютер и увидел, что изображено в верхнем левом углу этого снимка, то пришел в ужас. Вот это нечто. Это точно не человек. В здании, кроме ребят, никого не было. Кто-то говорит, что это существо живет в этой заброшенной больнице, а кто-то считает, что это один из бывших пациентов психушки, который не захотел ее покидать. Остров с вулканом Нет, это не последователи жуткого культа или преступная группировка, скрывающая свои лица за противогазами. Это жители самого обычного города, расположенного в очень необычном месте. Это фото было сделано на острове, на котором имеется действующий вулкан, время от времени выплевающий лаву. Когда это происходит, жителям городка приходится прятаться у себя по домам. А еще вулкан постоянно выпускает много дыма, что негативно сказывается на здоровье людей. Именно поэтому жители города, выходя на улицу, всегда одевают противогазы. Остров, на котором происходят эти пугающие события, называется Идзу. Он принадлежит Японии. По неизвестной причине жители острова отказались переезжать, когда стало понятно, что вулкан опасен для здоровья людей, и стали просто носить противогазы. Именно поэтому улицы этого города напоминают кадры кинохроники времен Первой мировой войны. Телепузики Возможно, вы помните этих странных и забавных созданий, которые были очень популярны в начале двухтысячных. Но если вы были поклонником этого телешоу, и вас во время просмотра телепузиков, что называется, невозможно было оттащить от экрана телевизора, то лучше это фото вам не смотреть. Скорее всего, этот снимок был сделан в одной из больниц Англии. И это все, что нам о нем известно. А еще мы точно знаем, что оно было найдено на просторах темного интернета, что само по себе говорит о многом. Кто-то говорит, что на этом фото изображен больной ребенок в окружении преступников, переодевшихся телепузиками. А вообще от этого снимка веет каким-то ужасом. Мы видим на нем небогато одетого мальчика, который явно не в восторге от этих жутких фигур. Страха добавляет и тот факт, что некоторые люди утверждают, что когда этот снимок был сделан, в комнате никого, кроме фотографа и ребенка, не было. Пилот вертолета Не часто встретишь человека, который побывал в кабине вертолета. Поставьте лайк, если согласны с этим. Именно поэтому одна 66-летняя жительница Флориды по имени Линда решила сфотографировать себя в кабине вертолета, стоящего в аэропорту. Когда дома она стала просматривать снимок, то заметила нечто странное. Рядом с ней сидел мужчина в белой рубашке, очень похожий на пилота. Линда спросила своего мужа, был ли с ней кто-то в тот момент, когда этот снимок был сделан. Но тот сказал, что нет. В следующий раз, когда Линда отправилась в этот аэропорт, она показала снимок его работникам. И те на какое-то мгновение потеряли дар речи. Оказалось, что за неделю до того, как было сделано это фото, один пилот погиб в результате несчастного случая, не связанного с вертолетами. И фигура призрака была на него ужасно похожа. Культ машин Сейчас покажу вам снимок людей, приверженцев настоящего культа. Вот как оно было сделано. Однажды один мужчина прогуливался возле шотландской деревеньки. И внезапно он увидел в поле группу людей. Мужчине стало любопытно, и он решил подойти поближе и узнать, что происходит. Увиденное его сильно напугало и встревожило. В поле стояла группа одетых в черные балахоны людей, которые окружили машину и делали какие-то пассы руками. Мужчина их сфотографировал и быстро сделал оттуда ноги. Позже он сказал, что ему показалось, что эти люди преклонялись машине человека, которого они, скорее всего, убили. Ползун. Иногда бесконечные детские фото могут ужасно утомлять. Наверное, у каждого из нас есть хотя бы один знакомый, который сотнями загружает на свою страничку фото своего ребенка. Поставьте лайк, если вы знаете такого человека. Но фото ребенка, которое я хочу вам показать, отличается от обычных детских фото. Оно было сделано в 1992 году на Рождество матерью этой девочки. Женщина хотела отправить этот снимок мужу, который служил в армии. Но когда женщина проявила снимок, то увидела нечто жуткое. На полу находилась призрачная фигура человека, стоящего на коленях. Кто-то говорит, что это обычная длинная выдержка, что это на самом деле ребенок. Но очевидно, что этот ползун гораздо больше него. Как вы сами понимаете, это фото женщина отправлять мужу не стала. Вместо этого она послала его в местную газету, которая обратилась к нескольким экспертам по призракам. Правда, это ничего не дало. Никто не смог объяснить, что это за фигура и откуда она вообще взялась. Куклы. Предыстория этого снимка такова. Один житель города Феникс, Аризона, любил заходить выпить в расположенную неподалеку от его дома бар. Как-то он поймал момент, когда владелец бара был занят и спустился в подвал бара. Там он обнаружил 12 кукол, металлическую кружку, тарелку и сотни монет. Вот они. Глядя на это фото, можно предположить, что куклы принимали участие в каком-то ритуале. Не без помощи владельца бара, конечно. Непонятно, правда, зачем ему столько кукол. Крипер. А сейчас фото Крипера. У вас когда-нибудь возникало жуткое чувство, что за вами наблюдает или что за вами кто-то идет? Примерно такое чувство возникло у одной девушки, когда она увидела Крипера. Ее родители уехали, и девушка на всю ночь осталась дома одна. Всю ночь шел снег. А когда девушка проснулась, то обнаружила нечто совершенно жуткое. Следы вокруг дома, которые шли к окну и затем от него. Очевидно, кто-то ночью ходил возле него и наблюдал за девушкой. После этого случая девушка купила занавески и повесила их на окна комнаты, чтобы никто за ней больше не смог подглядывать. Ледяная девушка. Этот снимок был сделан на ледовом катке в 2009 году в Маниле, Филиппины. Четыре подруги решили покататься на катке. В какой-то момент одна из них решила сделать групповое фото. Позже девушка выложила его на фейсбуке, после чего и друзья стали писать в комментариях и спрашивать, что за жуткая девушка стоит сзади. Девушка этого не знала. Потом она пригляделась получше и заметила, что жуткая девушка выглядит так, как будто она недавно умерла. Поэтому она решила, что это призрак. Многие люди считают так же. Ну а что думаете вы? Напишите ваши ответы в комментариях. Собака-призрак. Как вы уже поняли из моего видео, призраки, или то, что на них очень похоже, время от времени попадают в объективы камер. Чаще всего они выглядят как люди. Но в американском городе Саванна, который, как считается, густо населен привидениями, дела обстоят совсем по-другому. Одно из городских кладбищ, которое называется кладбище Бонавентура, когда-то давно по ночам охраняли собаки. Сегодня работу по охране кладбища выполняют люди. Но люди часто говорят, что они видят на кладбище сторожевых собак. Причем случаи встреч с призрачными животными происходят очень часто. Ежегодно об этом сообщают сотни посетителей. А одному мужчине даже удалось сделать фото собаки-призрака. На фото хорошо различимы ее светящиеся глаза. На этом все. Напишите, какое из этих фото показалось вам самым страшным. А на этом все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что здесь, вот прямо здесь, можно подписаться. Прямо нажав вот сюда. Вот сюда нажимаете и подписывайтесь. А также можно выбрать либо это видео, либо вот это. Выбирайте, что вы будете дальше смотреть. А сюда обязательно подписаться. Да.